итак илюша всем привет и подписчикам на youtube и так вас на 19 марта до суббота выходной всех и да и у тебя конечно естественно телефон прервал и мы идем на мультик уйдем не шарики до девушки шарики сейчас уже купили билеты смешают смешали и сейчас попкорн взяли и сейчас или в аккурате попрать не идем уже третьем зале ты не здоровался ты не здоровался тебе нравится да и душ перераз кином театре приходит сейчас начнется всем привет и так ну что у нас сегодня уже суббота 19 марта утра солнечная немножко но сегодняшний утро обращено принципе на все об этом уже знают сегодня полчетвертого утра потерпелась катастрофу расстроен дону самолет боинг для тех же дубаи да все погибли 55 человек было и всем ученых экипажа наши соболезния поэтому действительно родственникам погибших конечно вечная память действительно это знаю том году случилось любви вообще это катастрофа и такая мечта что нежданно негаданная просто забирает жизни людей и случай новостями смотрели конечно действительно ужасно дико очень много просто ничего нет самолета случилось с египтом как он до этого таких масштабные катастрофы казани это очень конечно приятно еще наше соболезание отчет раз татьяна уходила на кино без вот нам сказалось что посмотрел новости с утра задевалась я тоже самое кучу посмотрел конечно действительно что в чем там разбирательство будет нам лево ради вернуть и ничего нет конечно все это делать потом будет все это разбираться так ну что вероника сегодня время уже 12 час началась не поздно мы начали снимать в принципе пока покушали нормально да посмотрели как обычно маша вот сейчас вот ты хочешь упасть да татьяна с малышами с нашими сладикам с мальчиками да где пошли в люксор в аэропарк посмотреть смешарики мультик полнометражный а ты когда выздоровеешь и так выздоравливает солнышко на садо солнышко наше выздоравливаю да немножко немножко небольшой с этим морозом нужно стоять было с утра как и принципе и говорили до снежок у нас лежит и не мальчу морозить да почему это все у нас не хочет солнышко еще более вели да солнышко на тоже солнышко да тоже наши солнышко покушали скажи умылись да не занимаетесь своими делами как обычно смотрели маша немножко уже сейчас я скучаю смотрю что много интересного сообщает так аккуратно вероника не знаю версии там много просто и погода и ветер потому что нашли черный ящик не знаю посмотрим потому что как вы говорили перед этим самолет не в ростове на 1 краснодаре это уже как обычная версия будет много у всех солистов ну что поделать да да так ну что чтобы делать не знаешь не знаю давай-ка заниматься своими делами помощь будет монтировать в черношный вот так аккуратно аккуратно вероники давай слезаем опачки ну что будешь марш мой давайте папа посмотрит давай да посмотрите немножко новости сучки маши все обезьянку хорошо сейчас обезьянку все за увидимся немножко похоже да прыгать 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 вот так вот так да все увидимся сходили мы на мультик или уж ну как тебе нормально смотри а и а а и а а и а а и и а и и м а я знаю что нельзя и а еще одна динозавр на швы как они такой режим какой другой если хвостом шевельнет то ты улетишь такой большой сейчас сюда пойдем этот не движется да не знаю бог его знает большой ой поэтаж еще видишь получалось Динозавру там еще Мне так было 10 всего Или 11 здесь Это двигается Все они Ох, какой динозавр Что ты, Илья? Здесь комфорт Ого Глаза открываются Скрываются Алло, инозавр Ого Такой Ого Красиво Ого Красиво Ого Ого Я не знаю Еще одного нашли Же-жи-анго-пе-петерус Господи Боже мой Владик потрогал одного за хвост, да? не туда мы не поедем умный туда поедем Владик, пошли там еще, да, и сделай Работа Ух ты, да, ух ты Пойдем Куплю потом В ленту пойдем и купим Нам надо будет купить хлеба еще и батона Ой Три цератопс Ириш, пойдешь к нему? Сейчас еще пойдем отдыхать по пути Пойдем Еще к одному подошли С четырестого марта по четыреста мая Да, такой вот большой и маленький Пойдем Да, один здесь решить на всех обойти еще такой большим хвостом дай маленького голова маленькая да апатозавр что маленький чего я вижу маленький портала вам маленькой зубу маленький а он большой лень какой так на что пойдемте а это только 6 6 а потому что это весь аэропорт надо пойти найти всех сейчас посмотрим по пути можно нибудь еще посмотрим да аладька вот и поищем еще рядом глянь Маленький, видишь, какой Илюш? Маленький, динозавый, ты же тоже маленький Пойдем? Да Звуки страшные Ну да, все как естественное Уже везде весенние коллекции продаются Даже на некоторых уже где-то распродажу видела Начало распродаж на весну Маленький, динозавый, 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 Зашли мы в ленту Купить хлеб, батон, как мне все говорила Мама, а мы сейчас ходили куда? Куда мы ходили? На мультик, да? На фильм На мультик? Фильм Фильм? Да Так, ладно, фильм, это все, фильм Взяли капуста, сыр, Влада колбаса захотела с печенью, хлеб-батон, как я говорила Зачем? В общем, мы пришли сюда Так, кстати, еще кошки корма возьмем и пойдем уже Ай, конфеты на кассу Да У нас корм как раз сейчас по 12.99 В ленте Так, что мы как в окошке взять? Индейку С лассосим Ой, что-то много подразобрали, кстати, уже Идем на кассу Вот, пойдем-ка сюда, вон, глядь Касса более-менее свободная Итак, ну что, пришли, да? Мальчики, мамка наша, да? Что, ты радостно играй, или конфетку тебе принес, да? Илья, как обычно, выбросил, да, мама? Да Ну, как впечатление? Хорошие, вообще классные Ну, а мультик? Понравился мультик? Илья, тебе как, первый раз в кино, испугался? Нет? Нет, у Илья не испугался, а просто единственное, что Устал сидеть Устал сидеть, да? Устал сидеть В цирке тоже устают? Нет? Ну, его нет, у него цирка бывает, конечно Но редко Ну, уже мало, и так шел мультик, наверное Сейчас, с чем-то Сейчас, с чем будет Устал сидеть Что там, новинок новых обзоров не было мультиков? Нет, там были собаки, ну, домашние животные А, домашние животные, и лавы Миньоны 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 Да, маленькие А, у нас вопроса реклама была, реклама была Миньона была Динозавров всех увидели? Да Не знаю, 7 7 На 9 На 9 На 9 Ну, по всему аэропарку Ну, да, да, да Мы прошли, да, прошлись там, да, это уже Ходили скально, так просто уже Ясно Потом еще, потом еще Понятненько Ну, это новость, я смотрю, как это канал интерфер Катастрофа Ну, я уже сказал, только субболизм Ну, все Вот Конечно, да Неприятные все эти катастрофы, как я уже говорил Ясно Так, ладно, молодцы, сходили, посмотрели Погода там, что там тает, смотрю, что-то непонятно, что Ну, холодно было, да? Ну, холодно было, да? Было холодно, но было солнышко Там так хорошо было, как начало зиму, такое морозится прямо А сейчас, понятно, что на улице, солнышко то проградывает, то скрывается облачно И тает, и капает, и в то же время все И сверху, как понятно, конечно, дурдом какой-то Много было? Мороза? Мороза начинает в мультике Ну, правильно, что-то произошло Ну, правильно, что-то произошло Человек, не знаю, 40 даром было Ну, в субботу еще Так вот И так вот И так вот На утречный связан Там сейчас будет, мне кажется, больше Праздника никакого там не спорю Ну, нет Ну, все хотят Ну, все хотят Аэропарк обычно заполнен, да? В выходные дни начались Как обычно Как обычно Пока ты не пожалешься Нет, вот еще выходной у тебя Так, давайте раздеваться А после завтра? После завтра пойдешь в понедельник После завтра еще выходной Да? Да Так, давайте раздеваться Да, сейчас будем скоро спать Укладываться уже в двум часам Да, она в двум часикам Поздно проснулась Потом что стола Ой, там еще скажу Во ушли во сколько Учитывая 25 Вот это минут через 10 Ну, половину до 30-го на стол Да? Что? Кольцо забрала Юлиша? Да Да Так, ладно, все Увидимся немножко попозже Итак, детки у нас с утра позавтракали С яичком Очень вкусно получается Я уже не раз доготовила Показывала на камеру Поэтому на завтрак очень сытно Полезно Что? Пряник Чаааааааа Снимай и дам тебе пряник Что ты, дочка, давилась? Что ты раздеваешь? Личка еще лучше Как мамарада Что ты хочешь? Что? Вероника? Вероника Личка, да Снежу еще лучше сходит Слава Богу Красатурочка наша маленькая Жаленькая девочка Иди снивай колзи Дам пряник Нет, кофт надо снять Так, время у нас уже пятый час с вечера Мы, детки наши спали Даже Владик у нас сегодня спал Лобед, да, сночек? Ага Все спали И Вероника, и Илюша, и Владик Нет, в передаче начало Владик Сделал у нас Сделал там оставшуюся математику У него по рабочей тетради И Начало Нет, еще и русские Сделал тетрадки Да А теперь еще осталась рабочая тетрадь Точнее, он сделал по учебнику Сейчас осталась рабочая тетрадь Русский язык Сейчас осталась русский и английский Сейчас это сегодня кровь из носа сделать Русский и английский У нас остается еще чтение сказки Понял? И еще стих учиться Короче, на выходные у нас работа непечатая край по поводу урока Потому что, я говорю, как-то вроде хочется два дня отдохнуть Там куда-то сходить Плюс еще Владик, конечно, игры и тренировки А получается, что надо выбирать или то, или то На улице особо не погуляешь Ну, хотя, ну, как бы нет Походу Ну, просто там здесь уже сыро Удиль сейчас ненормально И солнышко такое было Ну, только что сыро Поэтому Надо сейчас сделать все сегодня Чтобы завтра, может быть, побегать еще вечерком на улице С ребятами Понял? Если завтра будет нормальная похода Подсохнет Немножечко Завтра, чтобы Хоть свежим воздухом вечером с ребятами Погуляешь в дворе, мяч погоняешь Хотя завтра у нас у нас игра Да? Да С двумя командами С Людиновым И с Сменой Это что такое? С моей любимой командой Да Твоей любимой командой Как ты хотел Свои любимые друзья все играют Ильюш Все у нас детки покушали уже Пообедали Чтобы все хорошо поели Так Сейчас Илюша Сейчас Илюша Просит у нас включить ролики Что такое? Включу его посмотреть ролики Владик отправляется Надо делать русский язык А мама Будет краситься Но это я сейчас покажу еще подробно Как я и сказала Наши маленькие пока смотрят ролики Пока мама будет заниматься Покраской волос Смотрите, смотрите Масленицу пересматривают Владик Все у нас Все у нас Ой, господи За уроки Отсвечивает От окна Делаем сейчас русский язык Да Сыночек Рабочую тетрадь Такая у нас Кому не показывает Такая у нас Рабочая тетрадь Пишем грамотно Грамотно Да Так А я Начинаю Краситься Такая краска Я себе купила Еще несколько дней назад Карамельный сироп Просто немножечко Немножечко сейчас Приведутся в порядок А уже Не знаю Наверное В апреле Да Наверное В апреле Начало апреля Там где-то Не даже эти слизинки апреля Так прям Хочу немножко постричивать концы Может сделать какую-то форму Для волос И Уже покраситься полностью Там какой-нибудь другой цвет Что-то такая У меня краска Не тоже другой цвет А тоже еще Потом как раз Этот цвет уже посмоется И Там уже подумаем Что я хочу Ну я Что такое Ничего такого Серхъестественного Не хочу больше Черного Чисто Будем краситься Так Это я полотенечко приготовила Чтобы Накинуть на плечи Чтобы не спачкаться Сначала Как обычно Красим Наши концы Затем уже Корни Итак Я накрасила волосы И Сразу Ответить на вопрос Не буду себе показывать Был вопрос В комментариях Что такое Малаешка Я покажу на примере Малаешку Мы покупаем деткам Не очень часто Но все же покупаем Как я уже говорила В предыдущих влогах Малаешка Это что-то типа Да Это типа молочного продукта Она бывает по-моему Шоколадной С разными вкусами Если не ошибаюсь Мы с вами берем такой Белый с ванилью Это сбалансированное питание Вообще Это считается Для детей Кто плохо кушает По-моему с года До 10 лет Идет оно Здоровый рост Энергия Омега-3 Омега-6 Превиотики В нем содержится Это полноценно Сбалансированное питание Вот так вот Выглядит С трубочкой Можно так открывать Можно из трубочки пить Как вам удобно Так Также покажу Что в нем содержится Команда тут состав Приблизит Конечно тоже есть Так где-то мы читали Где-то мы читали Какой-то 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 один Не очень хороший Компонент Но я думаю В таких пределах Он допустимый Где-то потеряла Кручей его А вот Таурин Миллиграмм Это Это как-то Что добавляет Волон в аллергетике Если не ошибаюсь Но он тут очень маленький Количество И покупаем мы его Редко Не тоже редко А даем Детям так часто Что ты еще хочешь? Сейчас дам Иди принесу Бежи Бежи Деткам нам очень нравится Конечно Я говорю где-то Ну где-то два раза в неделю Наверное мы им даем Примерно такой Покупаем Покупаем Сейчас там Они у нас выпивают За день И сразу А за день На течение дня Выпивают Вот такой бутылочки Вот так вот Такой вот Обзорчик Что это такое вообще Полноценное Сбалансированное питание С доказанной Эффективностью Отвечающей Подробностями Детей От года до десяти Вот так Содержит Четыре типа белков Привиотики В составе Подходит для дополнительного питания Специальная упаковка Там Мама Там Мама Там Там Что Что-то не требуешь Там Там Так Ладно Потом Смывать голову Увидимся Позже И так Я покрасилась Смыла голову Пока Не знаю Даже Что у меня за цвет на голове Потому что Что-то не знаю Хотя Красила Сначала Концы Потом Корни Получается светлее Может После конца Надо подольше Выдерживать Я так Держу 25 минут Не знаю Может чуть больше Надо Концы Всегда Темнее Получается Нежели Корни Но сейчас Пока волосы Темного И волосы Мокрые Так Сережа У нас готовится Ужин На ужин Будет Такая Смесь Мы Ее Как-то Уже Покупали Люди На вечер Сюда Брали Морковь Фасоль Лук Томаты Маслины Цукини Перец Сладкий И Это С фаршем Обжаривается Фарш Сковородеем Сотейники Так Правильнее Будет И Это Все Будем делать С Овощами Да Так Завтра Скорее всего Наверное Поедет Сережа На игру Скорее всего Там просто Такого вопроса Скоро будет Поездка В Калугу На турнир На три дня Три дня Получится Да Среда Четверг Пятница Субтонем Только приедут Правильно И Получается Пока Еще никто не знает Расценок На жилье Сколько Там будет все стоить Потому что Все таки Это все Воплачивается За счет родителей Сколько это будет стоить Где проживать Будет пока еще Ничего не известно Надо этот вопрос Уточнять Ну не знаю Это Сережа Или я Или Решим точно Скорее всего Сережа Поедет на игры Ну и будет Разговаривать с тренером С ребятами Там Посмотрим Еще Да С тренером Он должен сказать Да За счет жилья За счет жилья Там Когда Положение пишется Там Либо При Стадионе Есть Гостиницы Дети Жили Когда Ездили Играли У них Прямо При стадионе Была Гостиница А сейчас Там Ничего не указано Сумма взноса Турнир 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 Это Немного Здоровая Ты сейчас, наверное, с питанием, с проживанием, а здесь вообще ничего не известно, где дети будут жить, где дети будут кушать, поэтому такой спорный вопрос, и надо это все узнавать, естественно, с бухтой-барактой ребенка никуда не отпустит, если все там же, то другой вопрос, да, а так, конечно, я не согласна буду на эту поездку, если же это будет непонятно что, если по столовам питаться, я против такого, чтобы ребенок должен ехать, тем более, когда он едет один, на одном месте, чтобы он жил, питался и играл, так, Владик у нас уже успел побегать на улице, сделал домашнее задание по-русскому, у нас с вами на английский, и да, успел с мальчиками погонять на улице, в мячик, видимо, мы с этого шить без мяча, скоро спать не будем, да, сейчас на улице у нас подмораживает, поэтому делать английский, я отвечаю на вопросы, которые я обещала в комментариях, Итак, пока у меня есть свободное время, Сережа на кухне там готовит ужин, как мы показали, и детки сейчас тоже там с ними сидят, Владик делает английский язык, я решила ответить на вопросы, которые у нас были под видео, и первый вопрос Екатерины Титовой, точнее, это не то, что вот даже вопрос, а вот такое, можно сказать, утверждение, Танюша, я помню, вы сдавали деньги на тетради, Это касаемо школы, мы сдавали, да, деньги на рабочие тетради, Во втором классе, когда мы переехали сюда жить, как раз мы сдавали, по-моему, Около тысячи с чем-то, наверное, 1200 или 1300 мы сдавали на рабочие тетради, так как они уже были закуплены здесь, И я уже сдавала деньги, и по окружающему миру, покупала отдельно, Нам они пошли около 300 рублей, ну, короче, вот где-то в среднем, мне даже, наверное, 400, Короче, где-то в среднем на тетради у нас ушло, вот именно на рабочие тетради, По которым я показывала, занимается Владик, Около 1600-1700, там где-то в этих пределах, Плюс сейчас мы сдавали деньги отдельно, но на тетради подготовительной к экзаменам, Которые будут состояться в четвертом классе, начинается у них, как я сказала, уже началась у них подготовка, И мы сдавали дополнительно, там не такая большая сумма, там сумма около, по-моему, тоже около 400 рублей, Ну, вот, Екатерина написала, что у них обошлось около 5000, Ну, что-то у вас очень лихо, я не знаю, у нас, слава богу, таких цен нету, Я говорю, у нас за год у нас ушло на тетради, ну, в пределах, может быть, 2200, Да, может, какие-то помелочи там что-то сдавали на что-то, но 2200-2300 за год у нас ушло, Поэтому 5000, это слишком круто, скажем так, на тетрадке, Но учебники мы не покупаем, учебники у нас все библиотечные, школьные библиотеки, Поэтому, может, вы что-то еще из учебников покупаете, что так дорого. Так, вопрос также был про ветрянку, я не буду, кто его задавал, Дело в том, что мне задавали его и в одноклассниках, И как тут про ветрянку тоже писали, Татьяна, как вы перенесли ветрянку, И как вот вы и держитесь. Дело в том, что, я скажу честно, я ожидала худшего, я ожидала намного худшего, Потому что многие писали, что взрослые переносят ветрянку плохо, Плюс ко всему я знаю это по своим знакомым, по своим подругам, Кто перенес ветрянку уже в взрослом возрасте. Тьфу-тьфу, как говорится, я принесла очень легко ветрянку, И, точнее, не то, что очень легко, конечно, в своей последствии этого и есть. Меня сильно высыпало, причем высыпало мне очень сильно тело, Буквально же на второй день после первого прыщика. И после этого, в принципе, высыпания прекратились, На третий день у меня там, может быть, один, два, три прыщика высыпало, и все. Я обошлась без температуры, у меня не было никого, там, даже малейшей температуры, 37, у меня не было. Но у меня дало, у меня, видно, на фоне этого всего, воспалились лимфоузлы, Воспалились лимфоузлы за ушами, на шее и даже пару на голове. Ну, на голове они сразу буквально прошли за один день, А горлышко и за ушками еще воспалены, я сейчас принимаю таблетки, Чтобы привести лимфоузлы в норму. Потому что я потом уже, когда приходила детская врач, Вероника, когда смотрела, Вероника меня спросила, почему такое могло произойти. Она сказала то, что ты обошлась без температуры, Твои лимфоузлы взяли весь удар, скажем так, на себя. Ну, надеюсь, что все обойдется, потому что, в принципе, это не так страшно, Но все же неприятно. Вот такая, скажем так, вот, дал момент, Ветрянка дала мне именно на лимфоузлы осложнения. Немножечко они, не, немножечко они по-настоящему воспалились, С двух сторон и тут, и с двух сторон за ушами. Сейчас вот уже после приема таблеток, конечно, становится немножко легче. Они, конечно, не то, что полностью уменьшаются, Но хотя бы уже чуть-чуть они стали поменьше на ощупь. Так, и вопрос, Ник на ютубе, Иринка. Хотела узнать ваше мнение, с какого возраста можно сыночка во двор отпускать одного гулять? Тут вопрос очень спорный. Тут дело даже, мне кажется, не в возрасте, с какого возраста можно отпускать, А вопрос немножко стоит в другом, то, что все зависит от двора, Какое зависит, с какой у вас двор. Пока-пока! Пока-пока! Дело в том, что, например, есть дворы проходные, Есть дворы, где, можно сказать, двора-то и толком и нету, Одни машины стоят, никаких там детских приспособлений, Там детской площадки вообще никакой нет, Или нет ни песочницы, ничего. Поэтому тут вопрос спорный, с какого возраста. Например, взять Людинова, например, наши, все знают, не секрет, все видели наш двор, Что у нас двор был проходной, и даже Владика, несмотря на его возраст, Я отпускала очень редко, и я каждые 10 минут за ним смотрела, выходила на балкон, чтобы нигде-никуда, Плюс у нас прямо под домом была дорога, хотя она есть и здесь, Но там без всяких, без заборчиков, без всего, ездили машины там к подъездам, И, естественно, в любой момент ребенок мог выскочить на дорогу, И это как бы было немножко страшновато, и плюс к всему двор проходной, Все через него ходили, Потом старалась Владик отпускать там как можно реже. Что касается, например, здесь двора, У нас здесь замечательный двор, очень прекрасный, Почему я говорю, очень склоняюсь к покупке жилья именно в этом доме, Потому что мне очень нравится двор, двор шикарный, У нас очень много детей во дворе, Детки все дружные, они между собой дружно общаются, Конечно, здесь нет такой там горок шикарных, Ну, какая-то площадка для детей есть, Та же песочница, те же качели, Детям здесь интересно, Есть те же ворота для мальчишек, Они гоняют у нас футбол, Поэтому здесь я отпускаю детей абсолютно спокойно, Плюс я знаю, что у нас здесь каждый раз сидят бабулечки на лавочках, Особенно, ну, в теплую погоду, И всегда все присмотрят, Даже если там оставить того же Илюшу, Там с Владиком на улице, Всегда присмотрят за ними, Поэтому я спокойно их отпускаю, И, опять же, Например, я считаю, что где-то оптимальный возраст, Когда можно оставить ребенка одного на улице, Это с пяти, С пяти, Но, опять же, Насколько ребенок ответственный, Если может ли у нас остаться один, Есть ли у него ответственность за себя, Насколько он ориентируется, Ну, где-то вот с пяти, Ну, естественно, до семи, Ну, семьи, мне кажется, уже в основном все гуляют одни, Во дворах именно, А так, где-то, наверное, с пяти лет, Именно одного без присмотра взрослых, И без присмотра там старшего, там, брата, сестры или кого-то, Ну, очень многое зависит не только от того, что возраст, Я говорю, как, во-первых, какой сам по себе ребенок, Во-вторых, в каком состоянии двор, В среднем, мне кажется, с пяти лет, Но это лично сугубо мое мнение, Напишите просто мне свое мнение, Может, кто-то с вами не согласен, Просто это интересно знать, Просто я говорю, Даже как-то мы отпускали Илюшу с Ладиком одних во двор, И тоже многие писали, что вот, Как это так, вам они отпустите спокойно, Я говорю, потому что у нас очень спокойный двор, Где мамочки все друг друга знают, Все за друг другом присмотрят, Там, если кто-то находится на улице, Там, кто-то мама гуляет с маленьким ребенком, Она всегда так посмотрит по сторонам, Ну, и просто мы уже друг друга знаем, Поэтому я лично так особо не опасаюсь, Как же посматриваю за детьми в окно, Там, где они, что они, Но особо не опасаюсь. И вот буквально сейчас, Грю, Ладик у нас бегал на улице один, С мальчишками там бегали, Ну, кажется, Ладик уже, да, 9 лет, Но все равно, все-таки время вечернее, Я знаю, что там они компании, Ребят, с которыми они играют постоянно в футбол, Все детки с нашего дома, И за это не опасаюсь. Ой, так чуть не уронила камеру. У нас сегодня ремонтировала Вероника. Что она тут у нас делала? А, сегодня свой микрофон ремонтировала. Так, ладно, Сережа у нас заготавливает ужин, И увидимся, наверное, уже за ужином. Так, ну что, у нас ужин, да, Вот такая получилась смесь с фаршем. Можно было фарш не обжарить, В принципе, он бы так бы, Чем-то, варень, ну, Там, потому что все-таки это заморозка, Она все равно там вода все это выпаривала бы. Да, да. Сейчас лучше ужинать, И будем готовиться к сну. Да, хочется вы до встречи с чешу, Играть до после сна, выиграть, Завтра вы уже играть. Хочется посмотреть, и все вещи. Кстати, задавали вопрос в комментариях, Почему вы не мажете Веронике лицо? Как это? Мы, Веронике, лицо мажем, Только, что не зеленкой, А используем для этого крем. Крем тоже очень хорошо посушиваете, Поэтому мы поставили лицо и мазюкать зеленкой, Чтобы совсем она у нас зеленая. Так все тело зеленое. Нет, я имею, что уже все прошло, Но все тело было зеленое у нас, да, поэтому... Так, Вероника, я положил батончик вам всем, Кто просил батончик. Владику хлеб. Давай, ты просил батончик? Иди я батончик. Все, ешьте сырку, давайте, и кушайте. Морковка вкусная там, Прямо тайт вот тут попробовал, с кабачком. А что у меня много? Почему много? Ну, посмотри, у всех, у кого много. У кого много, Илья? У меня. Давай поменяемся, давай. Я тебе эту тарелку, а ты мне эту, давай. Давай. Ты здесь столько съешь? Не знаю. А что ты так говоришь, школу много? Или маме давай поменяемся? Да. Давай, на. Давай, маме много. Маме. Маме мало. На, держи. Да, маме мало, кушай. Потому что так. Что потому что так? Откривляйся или опять? Маме, давай. Откривляйся. Опять кривляйся, да. Опять кривляйся. Опять кривляйся. Не можем мы без этого никак. Никак. Так, ладно, чтобы обращаться. Доброе воскресенье. Доксатая мать тоже. Опять мы тебе не даем. Едем завтра на товарищи и мальчики. Где нельзя? У меня мальчика всегда. Два мальча. Да. Слушай, давай, Вероника, хватит. Со сменой. Среди на нам со сменой. Да. Два часа мне. Да. Своими бывшими одноклубниками встретимся. Вероника, отцы 50 кружки. Всем приятного просмотра. Хорошего настроения. Всем пока-пока-пока. Вероника. Илюша. Смотри пока. Пока-пока. Пока. Киночки. Все уминочки. Подписывайтесь на канал, ставьте комментарии, ставьте лайки, дизлайки, кому что нравится. Всем до встречи. Всем пока. Университетный институт. В воскресенье. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok